всем привет вы на канале любопытный мишка с нами а это значит мы выбрались на природу продолжение наших путешествий по таджикистану мы наконец-то выбрались из жары и приехали в горы и по все последующие дни а это полторы недели у нас будут всякие озера горы горы озера и всякое всячины сегодня довольно пасмурная погода что не свойственно для фанских гор а именно здесь мы находимся вот это озеро искандер куль и а это озеро змины говорят раз в год и палка стреляет вот примерно так же происходит с дождями фанских горах можно за год не дождаться а у нас второй день какие-то капли ну в общем ну в любом случае прикольно потому что не не так жарко он кто смотрел предыдущие выпуски по душам б там была адская жара а сейчас вы этим я оделся в рубашка флиска куртка и мне не жарко но от этого кстати да да тоже прикольно вот ладно поехали в общем заселились мы на озеро искандер куль как сказал зухрад а вот турбаза вот такая вот у нас комнатуха мы тут уже правда все подзабили немного но в общем вот так вот две кроватки и даже есть телек еще больший плюс свой санузел и бойлер сейчас пойдем смотреть на озеро дорога у нас была печальная но мы потом расскажем вообще до искандер кули доехать не так уж далеко всего 130 километров от душам б и ну довольно много до сюда ездит но правда дорого мы когда узнавали цену на такси там стоило нам заявляли сто сто пятьдесят долларов ничего таки думаем 130 километров за сто сто пятьдесят долларов поищем подешевле и вот в общем пока ездили на такси поняли что в принципе дешево ну а чё этим же таксистом не поехать на искандер куль а вот и сегодня по само утро как будто сама судьба нас не пускала сюда вообще поехать сначала мы долго ждали вызвали какое такси она ехала не приехала потом в итоге мы пошли уже на дорогу сами тормознули доехали нужно было еще докупиться немного вот доехали до ашана спрашиваем у водителя типа вы не хотите прокатиться до истандыр год он говорит а он позвонил свое бюро ему сказали что тебе нужно получать какой-то допуск пропуск ну короче какой целый геморрой но не поехал ладно пока закупились выходим 1 попавшийся таксиста спрашиваем поедете поехали какая разница вот выехали сначала чё-то мы долго тупили на этой на заправке у него газ там была большая очередь 20 там торчали потом еще ну да хорошо даша точность вежливость королей вот потом что-то ехали 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 и мы чуть не врезались ну не мы ну как бы нас под подрезал со встречки бензовоз и мы в него в реальность улетели хорошо водитель ну реально опытный попался он просто дал газу и объехал его ну на скорости сбоку немного просто по жопе вот ну незначительно в общем пока не там разобрались никами ну машина ты него арендованная таксишная вот он пока с этим бензовозом разбирался за пару там и немного поцарапал крыло в общем они разошлись причем вообще без ругани без ничего как будто так и надо такие раз ну типа виноваты ну вот ну было стрёмно заяц да заяц вообще там мочканул по полной и трясло там но реально очень страшно когда на тебя несет свой бензовоз ладно проехали уже едем едем а потом начались туннели поэтому по этой дороге по карте она смотрится довольно лайтовый такой ну вроде прямо пару серпантинов ну и бог с ним а по факту часть дороги ну реально спокойная а часть обрывы серпантины очень крутые серпантины много туннелей причем туннели стрёмные они не подсвеченные то есть внутри ты заезжаешь полная тьма то есть очень яркое солнце ты въезжаешь темно света там никакого нет тебе нужно быстро сориентироваться вот и мы вот все такое вот и там один был туннель очень долгий там 6 километров наверное и он совершенно не подсвечивался то есть в полной тьме какой-то едешь вот в общем ушатка валка но мы доехали вот так что все нормально он там немножко открылся снежник очень большие перепады по дороге то есть мы начинали стартовали из душам б 700 метров на уровне моря потом мы поднялись на 2 500 потом спустились на 2 снова поднялись на 2 500 ну и в общем сейчас ну а само озеро ну где-то на двушке до 200 200 до и очень большой перепад температуры получается то есть мы из душам б уезжали было 34 там градуса приехали нужно по ощущениям все там 18 ну или пинок ну может даже 15 да то есть ну градусов 20 разница да еще упадет ну то есть такой резкий перепад и высоты температур ну не знаю пока физически не чувствуется ну прикольно такая вот история завтра прогуляемся я думаю очень очень усердно да не будет дождя уже разъяснивается здесь не бывает затирных дождей мы пройдем вдоль озера прогуляемся у нас будет завтра марш-бросок один день будет более лайтовый потому что у нас будет большой переход ну в общем по ущелью ну вот но это я думаю будет не страшно там по дороге вот так что будет много природы гор пристегиваемся я думаю пихать все эти два с половиной дня в один ролик поэтому будет длинный а ну и чем закончилась и по 5 такси же в итоге мы за сколько доехали если кому интересна цена мы ехали по счетчику 4 сама не за километр всего мы насчитали по километражу 500 что-то 500 с чем-то сама не плюс были платные какие-то переходы ну в общем платные дороги ну их тоже включили там 70 самой не ну короче все все вместе вышло 600 но за счет трудности дороги я докинул еще до 800 но потому что это реально того стоит ему как бы нужно уметь водить по таким дорогам это убийство для машины ну как бы эти последние 25 до 4 километра ну что доброе утро и новый день на искандеркуля сегодня у нас был запланирован и он там уже собрали рюкзачок выдвинуться в горы но что-то погода опять не шепчет сейчас вот набежали гигантские тучи туда куда нам собственно нужно было бы идти там громыхает гром и видимо льет дождь поэтому мы забрались вот сюда вот опять к этому змеиному озеру посмотреть вообще как цвет вода поменяла ну и промониторить ситуацию что-то как пойдет это дальше или рассеется до датчик а озеро шикарное красиво не жарко вообще не разику кайф но тепла в любом случае решили пойти немного дальше змеиного и дорогая такая грунтовочка красивые елки очень вкусно пахнут но это не елки не даже не знаю что это такое какие-то хвойные растения подзобрались на уровень лэп льет дождь но не льет но так неприятно что-то он усилился и ветер еще так где тут озеро то видно елочки тучка кто-то туда-то сюда или там шапки снежный вас вот так что такая вот сегодня погода прикольно кстати вот эти кустики они хоть и реденькие но все немного защищают от дождя перевалили через перевальчик небольшой гора какие-то каменюги весь вот это вот промышленная дорога который сейчас уже не пользуется по которой ну не знаю мне кажется просто здесь вот это то что осыпи были расчистили кое-как не знают горы вот так она так вот эта гора развалилась со временем знаете прикольно здесь это красная порода прожилками и так в горах есть на холмах а здесь вот расчищены охра не знаю или что это прям да тут так не пролезешь ну пролезешь наверно ну с трудом а это вот дорога здесь идет наверх уже в обратную сторону по которым и послезавтра надеюсь пойдем если погода наладится там еще чуть повыше там 200 метров подъем и потом уже чисто на спуск покуда дождь остается только наблюдать за изменением цвета воды в озере и цвет горда прям тумка затянула так что сегодня видимо мы точно никуда далеко особо не пойдем будем вокруг в округе ходить может сейчас до водопадов дойдем только да да здесь такая конечно протопило и глину прям уже налипает на ботинки здесь какая-то не каменистая почва глинистая не очень удобная в дождь не знаю слышно на камеру нет такой хруст обвал на той стороне понятно спустились к беседкам змеиному озеру здесь можно ловить рыбу но только нужно разрешение ну или оплатить не знаю рыбалку здесь рыба есть это что за беседка такая интересно а тут всякая для топчанов принадлежности вот здесь такой топчанчик его можно застелить всякими штуками и сидеть отдыхать но хотят через него тоже дождь пробивает немного дырявенький вот такое но озеро можно за незаконную ловлю то есть нужно просто разрешение получить я думаю здесь же как заповедная зона ну так вот ну прозрачная вода кстати классный здорово здорово Субтитры делал DimaTorzok Елочек, так называемых Просто нереальный запах Даже вот так вот Когда даже не трешь, листики Просто вокруг стоит Прямо ароматерапия сплошная Очень круто Хожу, дышаться не могу Какой-то в эвкалиптовый, да? Очень вкусно пахло И здесь прям такой насыщенный Здесь же на холме По дороге к Змейному озеру Вот есть могила Ребенок похоронен Девятьсот пятьдесят пятый Тысяча девятьсот пятьдесят седьмой Маратик И еще какая-то одна могила Но она такая неопознанная Ну, христианская крест стоит Тоже, видимо, довольно старая Дождь зарядил опять Думаю, лишь разъяснилось Гром гремит Дожди нальет Ладно, сейчас будем спускаться Может прекратиться А, ну и по поводу базы Изумрад Вот контакты Кому нужно Потому что тоже Стоит туда найти Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Вот такая здесь рыбка ловится Девочка наловила Покажи, сколько какая здесь Вон целое ведро Здоровая какая рыба Это руками наловила прямо Какая большая Здесь около Ну, с одной из сторон Домиков, которые за 100 долларов Вот Есть такие еще штуки Прямо на Дараком Где стекает горная речка Такие штуки Тупчины, да Здесь Ну, я думаю, очень приятно Отдохнуть в тени Когда здесь жарко Не как сегодня А когда здесь Может быть, бывает жарко Звук воды приятный Ну, и в целом так Уединенно получается И туда Здесь, ну, в принципе Там никого нет Просто какой-то лесок Вот Территория еще не совсем доделанная Сделаны просто разметки на дорожке Вот И под места, где Должны были бы быть газоны Ну, может быть Ну, может чем-нибудь Не знаю Разметку сделали же Вот Там свадьба приехала Гуляют на берегу Нам что-то сказали Типа Присоединяетесь А мы так уже сегодня Как-то это Затоптались Да и только собрались Выходить куда-нибудь Прогуляться Пока дождь закончился И солнце вышло Маломальски Вот И мы решили Нет Не отклоняемся От плана Да? О, нашли здесь Урючину Хотя почему-то называют Абрикосом Ну, это чистый Урюк Вот Такие вот Плоды Ну, не знаю Они, не скажешь Они здесь в горах Поспевают позднее Такие немного твердоваты Ну, вот здесь тоже Некоторые попадали А некоторые хорошие Наверное, надо с полу больше собрать Вот эти хорошие Они казались твердыми И не совсем спелыми Но по факту Зашибись О, это кого мы здесь можем встретить Зашибись Зайс, ты рада? Тигр Офигеть Тигр Может, был тигр? У меня был национальный заповедник Я думала, ну, может, знаешь Одна-две особи остались Рысь Не хочу встретить Волк Ладно, не страшно Кабан Не хочу Медведь Тоже Это только милый кабанчик Милый кабанчик Да Мне кажется, что тут мишки Должны быть маленькие Почему бурые-то, медведь? А это не бурые Это гималайские Да какой-то он бурый Он огромный Они такого же цвета Хотя, может, и бурый А чего нет? Что, тигру бы хотел встретить? Нет, тигру не хотел бы И рысь не хотел бы Рысь Ломает тебе позвоночник А потом доедает тихонечко Ну, реально вкусные Да, интересно Сколько ты видел, что От рыси умерло людей? Если она захочет Тебя съесть Если бы ни одной смертности человека От рысей не было в мире Да ладно Да нет, прохлада Может, детей может быть И то, блядь, но рысь Детей? Шляющихся по горам? Где есть рыси? Что они там делают? Саша, мы в Дагестане сколько гуляем И дети гладят по горам Да Камы, рыси нет Ой, ебь Вкусно Ну, короче, медведя тут есть Будешь? Это последний, что ли? Нет, последний есть Ну, зачем мне тогда Я же сама хочу погрызть? Реально очень вкусный Красиво идет Дорога вдоль озера Вообще, прям Сейчас вот Ветер утихомирился Солнышко немного вышло Классно Решили все-таки немного прогуляться Перед ужасом Что? Может, собаки Собаки, зайцы, а может, тигры? Да, тигры Не, ну правда Ну, из такого рослист нету Ну, вряд ли, блин Они волка там погнали, да? Ну, наверное, вряд ли Может, реально заяц? Реально заяц Ой, это мы сейчас там были Это наш домик Да, классно Немного локацию меняешь, да? И прям Интересненько Всегда хочется сразу залезть еще выше Сейчас залезем куда-нибудь Класс Красота А, классно Да, деревья тут растут Да Красотень Отражение Вообще четкое, да? Как фотообои Прикинь, да? Мы где-то в горах Дагестана Ой, Дагестан А у меня просто На самом деле Это отражение воды Знаешь, как в Арганая Да, в Арганая Сразу ассоциативный ряд Да и горы такие вот По осени горы на Арганая Такие ровно такие же вот Ну да Только без снежных шапок Ну понятно Ну я имею в виду Вот как вот это вот Предгорвик Да Когда вот идешь Да Красота Но другие все равно Здесь они многослойные Там они идут одним таким слоем Цвет Я вот по-моему Последний раз по осени Когда он прилил На этом озере даже есть Памятниковые достопримечательности Вот на вот этом мысу Находится памятник погибшим альпинистам Вот видимо которые здесь Пытались покорить Какие-то вершины Ну или в целом Да По сути отсюда можно дойти Прямиком через горы Вот так вот через перевалы До До Лаудинских озер Вот Там где база вертикаль Но это довольно сложный маршрут Это именно для подготовленных групп Он категорийный Потому что есть там категорийные перевалы Плюс снаряжение Там всякие кошки И веревки И в общем целая схема прохождения То есть это не для таких лошков Как мы Там нужно прям быть Профи Ну как в горных походах Как и ты А вот смотри Дорожки есть Так и я Лох Ой давай сюда залезем Куда А вот так наверх Клап Ну давай кстати да Прикольно Просто мы перезидент Ну да мы все равно не пойдем Мы завтра Вот так вот если разгуляется Прогуляемся завтра дальше Да Сейчас сюда можем забраться Да классно Эта дорожка ведет просто к вышке лэп Но отсюда открываются Прекрасные виды Вот А завтра Я надеюсь все таки мы пройдем подальше По этой дороге И туда В общем вот туда Направо С одной стороны начался дождь Чему мы не обрадовались А с другой стороны смотрите какая радуга Вообще красота неописуемая Картинка достойная кисти художника Да Сочетание прям как Не вот Так не бывает Да так не бывает Вообще А там уже туча такая Видите она двигается Картинка А так вот раз И фото обоина Все облака там сели Ага Вообще Нет Видишь вот эта вот Туча огромная Она прошла в угле И вот там какая Иди сюда А да я вижу А вот на тех Да На тех горах вообще там Прям села Жестко Как же я благодарен судьбе Да Заяц Что у меня есть возможность Такое лицезреть Вживую Да Это к вопросу А Вернее Ответ На вопрос Почему мы вкладываем деньги В путешествия А не в машины И в квартирах В айфоны И прочее Блин Это Цитата Ладно Нет Ну правда Шик Ну давай Что за цитата Путешествие Это единственная вещь в мире Ну как бы Трачуя деньги на которую Становишься богаче Да Покупая которую Становишься богаче Абсолютно точно А рядом с нашей базой Вон там дальше мыс Здесь нет складного прохода Но так или иначе Вот здесь вот дороги Можно сюда на территорию пройти Ну здесь ничего не работает Есть остатки Белороскоши в виде Ну это старые какие-то Ну не знаю Вот тут костры Видимо льгут Периодически Можно удобно расположиться С палаткой Кайфовый здесь берег Мне кажется Здесь чисто пикниковая зона Сделана Без проживания То что вот эти вот Лампочки фонари Прикрутили И ладненько А домики Они выглядят Нежилыми абсолютно Прикольно сделано Посиделочное место Да? Да Уютненько И здесь тень такая И вот наша турбаза Ну турбаза Да Только там прохода нет А хотя может Нет Там же река Ты не перескочишь Там где мостик Там загорожено Прикольно